Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов, и это очередной выпуск из цикла передачи об истории средних веков. Вообще, я собирался записать эту передачу, даже записал видео там, где и следовало записать эту передачу в городе Стамбул с прекрасным видом на Босфор и Мраморное море, но, к сожалению, поскольку я был в довольно короткой поездке, качество этой записи оставляет желать лучшего, мне не удалось выставить хорошо там освещение, и поэтому я эту запись удалил и записываю уже, хоть и не в таком подходящем для этой передачи месте, но все-таки там, где у меня есть возможность сделать более качественную видеозапись. Собственно, Стамбул, а для цели этого выпуска, конечно, уместнее именовать город его более старым названием Константинополь, это место, где началась история, о которой пойдет сейчас речь, то есть история Латинской империи в Константинополе и латинских государств Греции 13 века. Сам я открыл для себя эту историю довольно случайно, около 8 лет назад, когда я читал фундаментальный труд Федора Успенского «История Византийской империи», и там была страница, посвященная и этому периоду времени, хотя на самом деле я очень скептически отношусь к работам русскоязычных ученых, не только историков, но и в частности историков, и, конечно, предпочитаю опираться на работы западных специалистов. Но вот, пожалуй, Византийская империя – это тема, где русскоязычные авторы могут дать фору Западу, потому что это и ближе, и территориально, и исторически к Руси. Ну и к тому же Федор Успенский – это все-таки дореволюционный автор, что немаловажно. Он написал свой труд в начале 20 века, он много лет возглавлял Русский археологический институт в Константинополе, еще до Первой мировой войны участвовал в ряде экспедиций в районах Константинополя, Трапезунда, в Сирии, в Палестине, так что компетентность и опыт этого человека не вызывают сомнений. И вот, соответственно, опираясь на вот те главы его работы, которые посвящены интересующему нас периоду, я предлагаю начать, конечно же, с 12 апреля 1204 года, когда, в общем-то, крестоносцы взяли Константинополь, чем положили начало всему последующему развитию событий. Они мстили, я напомню, мы об этом уже говорили в прошлый раз, за свергнутого императора Алексея IV, их союзника. Значит, Успенский приводит в своей работе немало свидетельств бесчинств, которые творили крестоносцы после взятия города. Он, например, цитирует достаточно обширно очевидцы тех событий Никиту Ханята, это византийский чиновник, достаточно высокопоставленное лицо. Но я не буду приводить эти цитаты о том, что творили крестоносцы, уже речь шла в прошлом выпуске. Если вам будет интересно подробнее эта тема, вот я рекомендую работу Успенского, где это освящено в достаточно полной мере. А начнем же мы с того, что произошло после восстановления порядка. Значит, крестоносцы избрали своего императора. Им стал граф Фландри и Генегао Балдуин, один из лидеров этого крестового похода. Пожалуй, самый знатный человек среди крестоносцев, хотя и не изначальный лидер. Изначальным лидером похода был умерший к тому времени граф Шампани Тибо, а вторым лидером был марграф Монферрата Бонифаци. Кстати говоря, младший брат Конрада Монферратского, который занимал некоторое время трон Иерусалимского королевства, о чем мы тоже говорили в прошлый раз. Значит, вообще было у крестоносного воинства три составные части. Это рыцари с севера, то есть это Фландрия, это Франция, Генегао, ну, в принципе, Нижняя Лотарингия, которая к тому времени перестала существовать. Вот их вожаком был как раз Балдуин. Были рыцари из Ломбарди и Пимонта, то есть с юга Бургунди, с севера запада Италии. И их вожаком был Бонифаций Монферратский, а третья часть это венецианцы под предводительством Дожа Дандала, которые в основном предоставляли флот, но у них были и войска. И вот венецианцы не хотели видеть императором Бонифация, который, конечно, был старше и опытнее Балдуина, но тем не менее он был слишком сильным соперником и в той же Италии. И поэтому венецианцы настояли на том, чтобы был избран Балдуин. Значит, а Бонифацию достался второй по значимости, как бы, удел, кусок территории. Это провинции в Малой Азии, а также Греция. Значит, кроме того, еще по договоренности с Алексеем Четвертым, которая была достигнута в 1203 году, Бонифацию должен был отойти остров Крик. А венецианцам же досталась часть Фракии, это вот земли к западу от Константинополя, по северному побережью Мраморного моря и далее до Адрианополя. А также весь запад Византийской империи, это Эпир, Албания и Лакедемон. Но Бонифаций Монферанский провернул довольно хитрую политическую комбинацию. Во-первых, он настоял на обмене Малой Азии на Македонию. Македония должна была, по всей видимости, достаться Балдуину. Значит, в чем был смысл этой комбинации? Значит, Малая Азия была более опасной провинцией, она ограничилась с турками, и там было больше и более сильные греки. А Македония, наоборот, она ограничилась с Грецией. И Бонифаций собирался создать свое собственное королевство со столицей в городе Тессалоники, или, как говорят по-русски, Фессалоники. И дело в том, что еще за 35 лет до описываемых событий, младший брат Конрада и Бонифация Монферанских, Райднер, который был женат на дочери императора Эммануила Комнина, получил титул короля Фессалоники. И это, кстати говоря, та пара, которую уморил Андроник Комнин. Но это сейчас для нас не важно. Вот Бонифаций хотел восстановить королевство во главе с собой, опираясь на вот эти права своего брата. Но, тем не менее, он, конечно, оставался вассалом Константинопольского императора Балдуина. Но за спиной последнего он договорился с венецианцами, отдал им остров Крит. Взамен получил крупную сумму денег и какие-то земли. Какие земли Успенский не знает, но, по всей видимости, это часть добычи венецианцев на западе Византийской империи. Ну и в-третьих, Бонифаций толкал Балдуина на войну с болгарским царем Иоанном Калаяном, или его еще называют Иоаннице. Значит, дело в том, что сам Бонифаций был дружен с королем Венгрии Имре, на сестре которого он был женат к тому времени. А венгры воевали с болгарами. И, соответственно, вот Бонифаций хотел помочь Имре, помочь венграм, ну и сам, в том числе, чем-то занять Балдуина. И император оказался в довольно сложной ситуации. Он поначалу не хотел воевать с Калаяном, потому что болгары были естественными союзниками для него. Значит, болгары были врагами греков. Это, в общем-то, исторически так было. У греков оставались еще свернутый император Алексей Третий, ангел, которого свернули в 1203 году. И бежавший к нему, как бы, новый император Алексей Пятый Дука, тот, который свернул Алексея Четвертого в феврале 1204 года. И, как бы, вот они находились на свободе, и они угрожали, естественно, положению Балдуина. Балдуина была логично объединиться с болгарами, и, по крайней мере, находиться в нейтральных отношениях с ними. Сам Калаян тоже не стремился воевать с франками, потому что, ну, они для него не были непосредственными врагами. Более того, он вошел в отношения с Папой Иннокентием Третьим, который признал Калаяна королем, и признал архиеписко-патырновского патриархом. И поэтому самому Калаяну было, как бы, выгоднее замедлиться с западным миром. Но из-за интриг Бонифация, а также из-за высокомерия самого Балдуина, который при переговорах с Калаяном предложил ему быть вассалом, а не равным по статусу монархом. Вот привлек к тому, что болгары стали врагами франков, а греки, в свою очередь, вошли в союз с болгарами, но используя болгар против франков. Греки подняли восстание, венецианцы, которые владели по договоренности Адрианополем, они сдали город без боя, а основные силы Балдуина к тому времени находились в Малой Азии. Император, не дожидаясь их, решил весной 1205 года выйти против болгар с мизерными силами. У него было около 140 рыцарей, и вот он думал, что с наскоком он болгар разобьет, но у болгар в войске находились половцы, которые применили обычную тактику, в общем-то, тюркоязычных народов они заманили, притворным отступлением заманили рыцарей в засаду, окружили и взяли в плен самого Балдуина. После чего его дальнейшей судьбе ничего не известно, и его никто уже больше никогда не видел в живых. Что касается Малой Азии, почему там находились основные силы Балдуина, по главе с его братом Генрихом? Дело в том, что как раз в Малую Азию переправились многие византийцы после падения Константинополя, в том числе Федор Ласкарь, это зять императора Алексея Третьего, которого молодые Константинопольцы в апреле 1204 года, прямо непосредственно перед штурмом, объявили своим новым императором. И вот он бежал через Босфор на восток, в Малую Азию, там возглавил сопротивление, вот, собственно, против него и вышли основные силы франков во главе с Генрихом. Значит, они заручились поддержкой местного армянского населения. И опять же, делая отсылку к предыдущим выпускам, мы видели, что армяне были естественными союзниками крестоносцев, начиная с первого крестового похода. Это объяснялось, конечно же, тем, что армян византийцы ущемляли. В первую очередь, по религиозным причинам. У армян было свое вероисповедание, христианское, но несколько отличное от ортодоксального. И поэтому армяне были угнетаемым народом, они были недовольны греками, и они искали союза с франками. Значит, Генрих действовал в Малайзии довольно успешно. Он прижал Ласкаря и его сторонников прямо к владениям турок, и они находились на грани выживания. Но, когда стало известно, что Бабуэль попал в плен, Генрих спешно двинулся на запад, к Босфору, чтобы переправиться и помочь своему брату. Армяне пошли за ним, опасаясь мести греков. Очень справедливо, потому что Генрих не смог взять всех, переправить через Босфору, он переправил только свою армию. А в итоге греки настигли армян и перерезали около 20 тысяч человек. То есть, такой первый геноцид армян, который сделали еще и греки. Но это позволило, что сделать грекам? Греки под предводительством Федора Ласкаря создали свое государство в Малой Азии со столицей в Никее. И это государство вошло в историю под названием Никейской империи. Но Генрих не успел на выручку Палдуину. Он был объявлен регентом, потому что никто не знал, что произошло, собственно, с императором. Действовал он достаточно мудро. Он заключил с венецианцами соглашение об основах управления империей, своего рода конституцию, которая ограничивала власть императоров. В этом году учреждал Совет, высший орган управления государством. Был учрежден независимый суд. Решением которого был обязан подчиняться и сам император. Причем судьи в равных пропорциях назначались франками и венецианцами. Генрих достигнул определенных успехов и в борьбе против Калаяна в 1205 году. Но там была как бы такая качель. Например, в следующем, в 1206 году, болгары перешли в саммит наступление. Они очень сильно разорили Фракию, чем способствовали тому, что греки, которые изначально пытались быть союзниками болгар, уже в 1206 году перешли на сторону франков. И Генрих относился к ним очень миролюбиво. Очень предоставил им большую автономию. И, в общем-то, заручившись их поддержкой, он смог бороться с Калаяном на равных. К тому времени стало ясно, что Балдуин, скорее всего, погиб. И в августе 1206 года Генрих был коронован как император. Что касается фессалоникийского короля Бонифация, то он тем временем сосредоточился на расширении собственного королевства на территорию Ахеи, Мореи, это полуостров Пелопонез и Эпира. Вот Эпир, это земли на западе, которые граничат с Албанией. Значит, он туда отправил Михаила Ангела Комнина, это племянник императора Андроника Комнина. И в ту пору вот этот Михаил оказался при дворе Бонифация, выказывал ему лояльность. Но, прибыв в Эпир и подчинив себе эту провинцию, Михаил стал править как независимый правитель. Его государство вошло в историю под названием Эпирского Деспотата. Вообще, Деспот это титул, который стоял на ступеньку ниже императорского. В дальнейшем Эпирские греки сделают очень много для падения латинских государств в Греции. Но для Бонифация более успешным проектом оказалось завоевание исконных греческих земель. Это Абиотия со столицей Фивы, Атики со столицей Афины и полуострова Пелопонес. Но отчасти это было обусловлено тем, что за века византийского правления эти территории пришли в полнейший упадок. Старший брат упомянутого выше Никиты Ханята, Михаил Акаменак, был в ту пору митрополитом Афин. Он оставил такие картины, описания нищеты и упадка древней столицы. Вижу я, что и ты смотришь не без слез на Афины, утратившие не только древний блеск, но и самый вид города. Ты видишь стены поврежденные или совсем уничтоженные. Дома разобранные и самые места их распаханные. Обширный город представляет почти необитаемую пустыню. В таком варварском состоянии город не был и после персидского завоевания. После того, как жители соседнего региона Биотия приветствовали крестоносцев, Михаил сдал Афины без боя. Обе провинции, Аттика и Биотия, были отданы Бонифациям как феот. Аттону Дюля-Рош подсказываются из Бургундии. Афиняне подзвали его Мегаскир, что значит великий господин. А в дальнейшем родственники Аттона станут герцогами афинскими. Еще более успешно прошло завоевание Пелотонесса, или же Мореи, как в ту пору его называли. Вообще Успенский выводит название Морея к славянскому слову Поморье. Дело в том, что славяне, которые пришли на территорию Греции с севера, они поселились в регионе, называемом Рида, на северо-востоке Пелотонесса. И вот, видимо, от славянского Поморья, потому что это возле моря, и пошло название Морея. Ну, это вот предположение Успенского. Что касается того, как происходило заболевание Пелотонесса. В Палестине в 1204 году оказался такой себе рыцарь из Шампани, Жофруа де Вильярден. Его не следует путать с дядей, который носил то же самое имя, и в 1204 году был среди крестоносцев, штурмовавших Константинополь. Но речь идет о младшем Вильярдене, который, услышав о падении византийской столице, направился спешно в Грецию. Но до Константинополя он не доплыл, его корабль выбросило на скалы возле побережья Пелотонесса. И этим воспользовались греки, которые после падения столицы начали там междоусобную вражду местных архонтов. По всей видимости, вот к Вильярдену обратился такой себе Иоанн Контакузин, это зять императора Исаака Ангела, который рассчитывал использовать рыцарей, переманить их на свою сторону. Но Вильярден был человеком умным и опытным. Быстро разобравшись в нюансах политической ситуации, он спешит на север, в лагерь Бонифакция, а там был в этом лагере Гиом Де Шамплит. Это представитель младшей ветви дома Де Блуан, графов Шампани, и для Вильярдена, который был родом из Шампани, ну, как бы, сеньор. Ну, он юридически не был его сеньором, но Вильярден обратился к Шамплиту как к сеньору, предложил завоевание Пелотонесса, получил одобрение у короля Бонифакция, небольшой отряд рыцарей, где-то 500-700 рыцарей, направился на юг, покорил Элиду. После этого греки пытались оказать сопротивление. К ним, вроде бы, на помощь пришел из-за пира деспот Михаил. Объединенная войска греков насчитывала где-то 4-5 тысяч человек. Но франки разбили их в Оливковой роще близ Кундура. И битва так и получила название, битва при Оливковой роще. После этого почти весь Пелопонесс оказался под властью Шамплита, который получил титул князя Ахеи, а Вильярден стал его маршалом. Но в 1209 году Шамплит был вынужден отправиться во Францию, потому что там образовалось наследство. Но туда он не доехал, он умер по дороге. Кроме того, умер поставленный им Бали Гидюшан. И во главе княжества стал Жофруаде Вильярден, потомки которого правили там до конца XIII века. Интересна была организация княжества Ахеи. У князя, который первоначально был вассалом короля Фессалоники, а впоследствии стал непосредственно вассалом императора, было 12 крупных вассалов-баронов, каждый из которых имел от 4-8 до 24 рыцарских феодов. Также было 7 духовных вассалов, это архиепископ Патр, у которого было 8 рыцарских феодов, и 6 епископов, каждый из которых имел по 4 рыцарских феода. Все феодалы должны были 4 месяца в году пребывать на военной службе, и еще 4 месяца на гарнизонной службе. За 4 рыцарских феода вассалы должны были выставить по 10 рыцарей и 12 сержантов, а за каждый феод сверх 4, еще по 1 рыцарю или 2 конных сержанта. Судебная организация княжества базировалась на Иерусалимских Ассизах, о которых мы подробно говорили в выпусках 16 и 17. В высшем суде заседали 12 пэров, вот те самые бароны, крупнейшие феодалы княжества, а также епископы. В Ницше, по-видимому, были и горожане. Вот Морейская хроника упоминает о некоторых Бургесаёи. Ну вот тут слышится корень Бург, что может значить город. То есть, скорее всего, именно от этого латинского, германского людьего слова и происходит это слово, которое по-гречески написано в хронике. Вот. В мирное время власть князя была ограничена коллегией пэров. И сам князь был там лишь первым среди равных. Он не мог лишить вассала феода, не мог строить пограничную крепость. И даже арестовать вассала без согласия пэров он не мог. Пэры судили дела между князем и его вассалами. Налоги устанавливались лишь с согласия пэров и, скорее всего, даже свободных горожан. С другой стороны, феодалы не могли строить крепости, покидать свои феоды или передавать их без разрешения князя. Такая организация, по-видимому, благотворно влияла на ситуацию в Ахирии, а также в соседнем герцогстве Афинском. Потому что, по словам того же Успенского, в середине XIII века эти провинции процветали. А мы помним, что в конце XII века при Византийской империи они прозябали в нищете. И этому есть свидетельством слова Михаила Камената. Когда Шамплит и Вильярдуэн отправились на юг покорять Пелопонез, король Фессалоники Бонифаций был вынужден вернуться на север, потому что его столицу угрожали болгары, которые к тому времени захватили Фракию. В начале следующего, 1207 года, король Бонифаций попал в засаду и был убит. Его голову принесли в подарок Калаяну, который сделал из нее чашу. Впрочем, сам болгарский царь в том же 1207 году погиб. И после этого его царство погрузилось в междоусобную борьбу. Этим воспользовался император Кенрих, который резко усилился. Он наголову разбил нового болгарского царя Борила 1 августа 1208 года под Филиппополем. А в 1213 году Борил заключил с Генрихом мирный договор, выдал за него дочь предыдущего царя Калаяна. Императору пришлось также озаботиться Фессалоникийским королевством. Бонифаций при жизни проводил довольно мудрую политику заигрывания с греками. Он был женат на Маргарите Венгерской. Это вдова императора Исаака Второго Ангела. Сына от нее он назвал греческим именем Деметриос, или же по-нашему Дмитрий. И когда Бонифаций погиб, то власть в Королевстве захватила Ломбардская партия под предводительством Бали Беандрате и Канетабля Буфа. Ну а им противостояла, соответственно, греческая партия во главе с королевой и ее сыном Дмитрием. Но ломбардцы воспользовались тем, что у Бонифация был еще и старший сын Вильгельм, который находился в Монферрате. И в принципе он в Грецию не собирался. Но под предлогом того, что он наследник, Беандрате отказал в коронации Дмитрия и правил как бы сам. И когда император направился в Фессалонике, то его в город не пустили. Более того, сила была на стороне ломбардцев. Они навязали Генриху соглашение на своих условиях. И когда Генрих наконец вошел в город, то он превратил себя как мудрый дипломат и политик. Он вошел в союз с королевой Маргаритой. Он короновал маленького Дмитрия в 1209 году. И также созвал парламент в Равеннике. Там он опирался на франкских вассалов, а также на греков. И ломбардцы оказались в меньшинстве. Они проиграли. Беандрате был осужден. Его сторонники были лишены феодов. Впрочем, Генрих был человеком незлобным и довольно таки миролюбивым. Того же Буффа он не только простил, но и назначил коннетаблем всей империи. А на том же, кстати говоря, парламенте 1209 года Сенешалем империи был назначен Вильярдуэн. Который недолго пробыл в этой должности, потому что вскоре он получил титул князя Ахейского и отказался от поста Сенешаля. Основным врагом Генриха после 1209 года стал опирский деспот Михаил. Война между ним и франками велась с особой жестокостью. Когда вот упомянутый коннетабль Буффа попал в плен, то его самого и его капеллана эбирский деспот приказал распять. Генрих долго воевал в Албании, на западе Македонии. Даже ходил в поход на Сербию, поддерживая своего нового союзника, царя Болгарии Борила. Но в 1216 году император неожиданно умер. Вот в отравлении подозревали как его жену, так и того же Беандрате. А в 1218 году царя Борила схватили и ослепили сторонники молодого Иоанна Асиня II. Это сын одного из предыдущих царей. И он в дальнейшем сам закрепился на болгарском троне. И доставит еще много хлопот франкам. На трон Латинской империи был приглашен зять Генриха Петр Де Куртене, внук короля Франции Людовика VI и представитель второго дома Де Куртене. Вот мы уже говорили о первом доме Де Куртене, например, граф Одессы Жеслен к нему относился. Так вот, второй дом Де Куртене связан с первым по женской линии только. И на самом деле этот Петр, он по мужской линии был капитином, то есть близким родственником королей Франции. Но по пути в Константинополь этот новый император, даже не доехав до своей столицы, попал в плен к деспоту Эпира Федору. Это вот брат Михаила. Петр Де Куртене умер в неволе. Трон Константинополя отошел второму сыну его, Роберту. Положение Роберта было непростым, потому что с запада ему угрожал Федор Эпирский, а с востока в Малой Азии уже усилился Федор Ласкарь. Но как раз вскоре этот Федор Ласкарь умер, ему наследовал Иоанн III Дука Ватацын, который правил в Никее с 1222 года. С ним замирились, вступив в брачный союз, а вот эрпирский деспот доставил немало проблем после пленения Петра Де Куртене. Он планомерно начал захватывать земли франков, в первую очередь Фессалоникийского королевства. И одновременно Ватацы захватил все владения франков в Малой Азии. Таким образом, у императора Роберта остался лишь сам Константинополь с окрестностями. Впрочем, он вскоре получил передышку из-за того, что когда эрпирский деспот Федор захватил Фессалоники, он короновался как император. Чем озлобил никейского императора Иоанна Ду Куватацын. И оба осколка Византийской империи начали враждовать друг с другом. Бесславное правление Роберта Де Куртене завершилось в 1228 году, когда он умер в Италии, поехал просить помощи у папы. К слову, в 1230 году в Италии же умер и лишенный престола Фессалоникинский король Дмитрий, не оставив наследника. Трон Константинополя же наследовал младший брат Роберта Балдуин II, которому было тогда 11 лет. И поэтому ему в качестве регента и соправителя был придан Иоанн Де Бриен, о котором мы уже говорили. Он как раз незадолго до того лишился короны Иерусалима, когда его дочь вышла замуж за Фридриха II. И доблестный, но уже очень старый Иоанн Де Бриен ничего не мог сделать особо в Константинополе. И максимум его достижений это оборона столицы в 1235 году, когда объединенная армия никейского императора Вата Ци и болгарского царя Иоанна Асиня II, которая насчитывала до 100 тысяч человек на минуточку, осадила столицу. Но так ее и не взяла. Иоанн Де Бриен умер в 1237 году, а молодой император Балдуин II отправился во Францию, запчелся поддержкой Людовика Святого. Он набрал большое войско, около 30 тысяч человек. В 1240 году вернулся в Константинополь. Но проблема была в том, что хотя войско у него было большое и довольно сильное, это войско невозможно было поддерживать ресурсами той малой территории, которая оставалась под контролем императора. И к тому же Балдуин поначалу пытался жить на широкую ногу, он устраивал пиры, охоты, турниры. Но к середине 1240-х годов в столице стало царить уже нужная отчаяние, то есть у империи не было мощной экономической базы. Император все больше времени проводит в Европе, где пробует раздобыть денег у разных правителей. Он даже заложил родную свою сеньорию Кортене и распродавал святые реликвии. Это, кстати говоря, как многие монархи, короче, тот же Людовик Святой, получили разные реликвии с Востока. Но ничего не помогало. И в июле 1261 года Константинополь почти случайно, и, походя, был захвачен византийцами, вот той частью, которая была Никейской империей. Там, кстати, уже начал править новый император Михаил Палеолог. И был такой курьез, что когда этому Михаилу Палеологу пришло известие о том, что его силы взяли Константинополь, он сначала даже не поверил. То есть никто этого не ожидал. Это произошло абсолютно случайно. Но, тем не менее, в 1261 году Латинская империя Константинополя прекратила свое существование, и там восстановилась Лисатийская империя. В то же время княжество Ахейское процветало. Жофроа де Вилерден умер в 1218 году. Ему наследовал его сын Жофроа II. Успенский пишет, что благосостояние Мария под нем так возросло, что купцы ездили без наличных денег, выдавая расписки. Сам князь содержал блестящий двор, ежегодно оказывал значительную финансовую помощь императору. Жофроа II умер в 1245 или в 246 году. Ему наследовал его младший брат Вильгельм II. А Вильгельмом I был Шампик. Успенский считает, что Вильгельм II был более талантлив, чем его старший брат. Но он смог покорить Манамбасию. Это город, крепость на юго-востоке от полуострова, который до того оставался в греческих руках. Однако в 1259 году Вильгельм совершил неосторожный поступок. К тому времени он вошел в союз с эпирским деспотом Михаилом II. И оказывал ему союзническую помощь против войск императора Михаила Палеолога. Напомню, что это как раз непосредственно перед взятием Константинополя. То есть Эпир воевал с Никеей. Константинополь там был сбоку. Его и поэтому случайно взяли. Но вот эпирские греки, которым Вильгельм помогал, они как-то испугались решающего сражения с войсками Михаила Палеолога и оставили лагерь. А Вильгельм остался один на один с греками Никейской империи, хотя с ними не враждовал, но и попал в плен. Он был вынужден признать себя бассалом императора Михаила, отдать ему весь юго-восток Пелопоннеса с той же, только что захваченной Монбасией, а также городом Мистром. Затем он еще пытался бороться, конечно, за утраченные земли. Хотя его экономическое положение было прочным, но его планы потерпели крушение. И в самом конце жизни, в 1278 году, он был вынужден завещать княжество Ахейское, находившемуся тогда в зените своего могущества, Карлу Анжуйскому, королю Сицилии. И еще сотню лет княжеством Ахея владели неаполитанские короли из Анжуйской династии, а в 1380-х годах княжество перешло так называемой Наварской кампанией. В 1432 году была захвачена греками. Впрочем, ненадолго, потому что вскоре это все захватили тут. Что касается афинского герцогства, то, к слову, титул герцога Гидолярош, племянник Герцога, получил лишь в 1260 году, хотя правил в Афинах с 1225 года. Но после того, как пало королевство Фессалоникийское, то Афины попали в вассальную зависимость к княжеству Ахейскому. И сами эти регионы, и Афины, и Фивы, то есть Биотия, процветали благодаря производству шелка, благодаря торговле на Средиземном море, а возможно и благодаря пиратству. Но в 1258 году Гидолярош поссорился с Вильгельмом Дёбель-Ардуэном. Он был разбит Вильгельмом и предан суду, но Парахе отказались судить Ги, потому что Афины номинально не были в вассальной зависимости от Мореи. И поэтому было решено, что Гидюлярош отправится во Францию ко двору Людовика Святого, который был назначен третейским судьей. И вот Людовик признал Гидюляроша независимым правителем Афин и даровал ему титул герцога. И вот он там правил спокойно до самой своей смерти в 1263 году, когда его престол перешел его сыну Жану. В отличие от Вильярдуэнов, Жан Дёбель-Арош не признал себя вассалом Карла Анжуйского, но после его смерти в 1280 году его младший брат и преемник Гийом все же признал себя также вассалом Карла. Впрочем, воевали и Жан, и Гийом в основном с палеологами. После смерти Михаила его сын, император Андроник II, не так активно уже проводит военные действия, герцогство Афинское получило своего рода передышку. Гийому Дюлярош наследовал его внебрачный сын Гий II, который правил до 1308 года. Затем, когда он умер, там была недолгая междоусобная борьба между домом Дёбрияна, между его представителями, которые роды как наследовали, но в результате Афинами завладела так называемая каталонская компания. Это были славные наемники, в основном из Арагона, Каталонии, также из Кастилии и Наварры. Их было от 4 до 6 тысяч человек. Дело в том, что, напомню, Карл Анжуйский у Гоганштауфенов завоевал всю Южную Италию и Сицилию, но затем, после события 1282 года, французов на Сицилии перерезали и призвали туда родственников, Коганштауфенов, короля Арагона. И Карл Анжуйский потом замирился с Петром Арагонским. Война в Южной Италии прекратилась, но много опытных воинов из войска короля Арагона осталось. Им надо было где-то найти себе применение. Вот они пошли наемниками к императору Андроинку II. Неоднократно они разбивали превосходящие силы турок в Малой Азии. Далее они стали играть ключевую роль в византийской политике. Император даже испугался их влияния. В результате интриги лидер каталонской компании, некий Ружер Блюм, который взял себе более такую аристократичную фамилию Дёфлёр, был убит. А оставшиеся без лидера наемники пошли захватывать себе там всяческие земли в Греции. И вот к 1311 году они сперва взяли под свой контроль герцогство Афинское, но и затем расширили свое влияние. Номинальным сеньором, кстати говоря, герцогства был объявлен король Сицилии Фридрих II. Это внук императора Фридриха II, но император Фридрих II, он второй Фридрих в Германии, а на Сицилии он был первым Фридрихом, то есть королем Сицилии Фридрихом I. А вот этот король Сицилии Фридрих II, это, соответственно, его внук. И по уже Арагонской линии. Но герцогом Афин номинально считался второй сын короля, а реально власть принадлежала членам каталонской компании. Так продолжалось до 1385 года, когда каталонцев прогнал из Афин аристократ из Флоренции Нерио Аччайоли, потомки и родственники которого правили в Афинах до 1456 года, когда город был захвачен турками. Ну и в завершение выпуска пару слов еще об одном образовании на территории захваченной Византийской империи, герцогстве архипелага или же Наксеса. В 1207 году венецианец Марко Сануда, племянник Дожа Дандала, захватил Кекладские острова в Гейском море. Причем это было его личное предприятие, а не дело правительства Венеции. На свои средства Сануда снарядил 8 галер и в короткий срок захватил 18 аж островов, сделав в своей резиденции остров Наксес. Затем Сануда принес вассальную присягу императору Генрику и получил от него титул герцога Додеканиса, то есть герцога 12 островов, потому что часть островов там разошлось в другие руки. Но формально он, кстати говоря, оставался гражданином Венец. Затем этот Сануда как-то попал в плен Никейскому императору, но благополучно освободился из плена и даже породнился с ним. Потомки Сануда правили на островах до 1383 года. Хотя вот в 1248 году они были вынуждены признать себя вассалами князя Архея Вильгельма II, а в 1317 году каталонская компания сделала попытку покорить архипелаг, но тем не менее вот там потомки Сануда удерживались, а в 1383 году их свергнул некий Франческо Криспо. И вот его уже потомки правили на архипелаге до 1566 года. Ну правда в правлении потомков Криспо эти острова уже пришли в упадок, обнищали и жили в основном за счет пиратства. Таким образом, как это ни странно, но латинские государства в Греции оказались более успешным и живучим проектом, нежели государства крестоносцев в Святой Земле. Хотя Фессалоникийское королевство и Латинская империя в Константинополе просуществовали относительно недолго и были отвоеваны греками в течение полувека, княжество Ахейское и герцогство Афинское, а также герцогство Архипелага прожили значительно дольше. Причем первые два из них процветали в течение практически всего XIII века. Мы можем сделать вывод, что организация жизни общества по феодальному праву имела преимущество над другими тогдашними типами организации общества, в частности абсолютистской монархии, которая была в Византийской империи, которая наследовала еще римские, поздние римские традиции, а также к тому времени уже скатывалась к восточной беспотии. И хотя сами государства, о которых мы говорили, не оставили большого следа в истории, и многие из вас, наверное, впервые услышали о герцогстве Афинском и о княжестве Ахея сейчас, но это для нас крайне познавательный и поучительный пример, который во многом объясняет, почему феодализм был таким прогрессивным явлением, почему личные свободы способствуют экономическому росту и благосостоянию, и почему, в общем-то, западная европейская цивилизация так сильно развелась в средние века и заняла лидирующие позиции в современном тогдашнем мире и продолжает удерживать их в современном мире. На этом блок цикла, который посвящен событиям высокого средневековья, можно считать законченным. В следующих выпусках я предлагаю перейти к рассмотрению исторического контекста того периода от рыцарей и рыцарства до университетов и архитектуры. Ну и начнем, пожалуй, начать именно с рыцарей, с рыцарства, с их кодексов, с их организации, с их вооружения и дальше уже тогда двигаться к другим темам. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания. Продолжение следует...